В Хабаровском крае растет количество малых и средних предприятий, их уже свыше 50 тысяч. В Минэкономразвитии региона отмечают, что этому способствует государственная поддержка бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Она позволяет компаниям модернизировать производство и выходить на новые рынки. Подробности в репортаже Яна Ленкевич. В цехе предприятия «Союз Композит», которая является частью компании «Секвоя», производит древесно-полимерное сырье и продукцию из него. Это доски, фасады, ограждения. В год здесь выпускают более 600 тонн строительных материалов и реализуют по всей стране. Объемы производства планируется увеличить, а также открыть еще один склад, помимо московского, в Санкт-Петербурге. Запланирован выпуск 800 тонн продукции, увеличение объема на 35% примерно. Для того, чтобы реализовать наши амбициозные планы, мы участвовали в нацпроекте «Поддержка малого и среднего бизнеса». В рамках нацпроекта, который инициирован президентом России, при поддержке гарантийного фонда предприятие получило займ Краевого фонда развития промышленности в размере 20 миллионов рублей. На эти средства в конце прошлого года закупили новое оборудование, которое поможет нарастить темпы производства и повысить качество сырья. Здесь температура и давление, которое создают подающие шнеки, происходит компоундирование этих компонентов, и на выходе мы видим уже практически готовое сырье. Улучшилось компоундирование, то есть смешивание непосредственно всех составляющих сырья в единое целое. Ну и, соответственно, плотность изделия, что немаловажно в данном производстве, плотность сырья выросла. Финансовая поддержка в виде займов в числе самых востребованных у предпринимателей Края. В прошлом году ею воспользовалось в два раза больше представителей малого и среднего бизнеса, чем в 2022 году. Было заключено 371 договор на общую сумму 1,8 миллиардов рублей, и предприниматели тем самым привлекли более 4,6 миллиарда рублей кредитных средств. По данным Минэкономразвития Края, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 50 тысяч предприятий малого и среднего предпринимательства. Это на 3% больше, чем в 2022 году. Яна Ленкевич, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».